Битва за урожай продолжается. В Саратовской области убирают подсолнечник и кукурузу. Из-за холодного лета эти культуры созрели намного позже обычного. В сохранении урожая фермерам помогает новая техника. Какая, расскажет Анна Головчинская. В селе Ивановка Базарно-Карбулакского района спасают урожай. Из-за летних холодов подсолнечник созрел на месяц позже. Убирать приходится под дождем. Влажность семян больше 16%. Это в два раза выше нормы. Такое зерно сохранить не удастся. Чтобы исправить положение, три недели назад в хозяйстве приобрели зерносушилку. Мы сушили с 8 часов до 4 с обедом. Два часа уделяли на обед. Где-то по 20 тонн в день мы сушили. Не торопясь ничего. При этом семечка не травмировалась. То, что с соляркой, я еще точно не могу определиться, сколько там ушло. Но мало. Горелка зерносушилки работает как на дизеле, так и на газе. Обо всех преимуществах агрегата саратовским фермерам рассказали представители компании ПЗК «Агротехника». Это официальный дилер в Саратовской области сельскохозяйственного оборудования фирмы «Фрателли Педротти». Итальянцы уже 60 лет на рынке и давно являются мировыми лидерами в области изготовления зерносушилок. Саратовским фермерам предлагают как мобильные комплексы производительностью от 50 до 400 кубов в сутки, так и стационарное оборудование. Данная зерносушилка нам позволяет снизить влагу базисной, чтобы сохранить продукцию, чтобы можно было ее реализовать без потерь. Потому что сейчас очень большие скидки у нас и на элеваторах по влаге. Ну, можно сказать, с минимальными потерями. Я не могу сказать, что совершенно без отрат. Но минимальные потери при сушке, это я вам гарантирую. За полтора часа работы влажность снизилась вдвое. Такой подсолнечник возьмут и маслоперерабатывающие предприятия, и на элеваторах храниться урожай будет долго. Плюс мобильного комплекса еще и в том, что благодаря трехступенчатой горелке здесь можно сушить и подсолнечник, и кукурузу, и зерно, и даже рис. Анна Головчинская, Илья Толкачев, Павел Крикливец, Вести, Саратов.